Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Так что если вы обращали на это внимание последние пять или шесть лет, а мы знаем, что вы обращали на это внимание, вы, вероятно, заметили перевернутую природу современного языка. Почти все прямо противоположно тому, что они утверждают. Поэтому люди, которые говорят вам, что защищают демократию, пропагандируют авторитаризм, который не является демократией. Тогда движение «Черная жизнь» имеет значение и заканчивается тем, что убивает чернокожих людей. Кто бы мог это предвидеть? Тогда наши органы здравоохранения делают население еще более больным. И это наш новый фаворит, так называемый Всемирный экономический форум, похоже, существует для того, чтобы разрушить национальные экономики. Это не преувеличение. Именно ВФ, имейте в виду, посоветовал правительству Шри-Ланки отказаться от современных удобрений. Хороший план, ребята. Давайте попробуйте. Результат? Страна развалилась, и люди голодали. Тогда именно ВФ продвигал историческую пирамиду Сэма Банкмана Фрида, крупнейшее финансовое мошенничество в истории. По-видимому, ученые на Всемирном экономическом форуме просто не могли сказать, что этот дерганный глотающий таблетки ребенок в шортах карго, который буквально играл в видеоигры во время интервью, был совершенно прозрачным мошенником. Они понятия не имели. Они думали, что он такой же гений, как и они. И, конечно же, именно ВФ предсказал, что блокировка от ковида, цитирую, тихо улучшит города, а не превратит их в зловещие адские пейзажи безработицы, наркомании и преступности. В то время это казалось хорошим планом. И у меня есть идея. Давайте помешаем людям работать. Это сделает их богатыми. Это незаметно улучшит жизнь для всех. Это Всемирный экономический форум для вас. ВФ часто описывают как группу суперзлодеев, но они также уморительно идиотичны. Не просто злые шутовские. И, кстати, они это знают. Они достаточно умны, чтобы в любом случае смутиться. ВФ с тех пор удалил твит о блокировке ковид. Ему пришлось приостановить продвижение мошенников, освобожденных Сэмом Банкманом. Он удобно забыл все о своих рекомендациях по удобрениям Шри-Ланки, в которых, как оказалось, Вэнни является экспертом. Ничего подобного никогда не происходило. Все с чистого листа. Так что мы готовы к очередному ежегодному заседанию Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, которое проходит прямо сейчас. Мероприятие началось на этой неделе с 89-летнего Клауса Шваба, основателя ВЭФ, который пообещал, цитирую, овладеть будущим. Мы не могли встретиться в более сложное время. Мы сталкиваемся с таким количеством дел одновременно. Что нужно, чтобы овладеть будущим? Я думаю, что нужно создать платформу, в которой будут задействованы все заинтересованные стороны глобального общества. Мы должны построить будущее. Будущее. Поэтому освоение будущего сейчас является главным пунктом в списке дел на Всемирном экономическом форуме в этом году. Это первая подсказка, что эти люди живут не той жизнью, что вы. К концу этой недели вы надеетесь найти немного времени, чтобы сменить масло, или, может быть, купить шампунь от перхоти в Райт Эйд. На Всемирном экономическом форуме они планируют овладеть будущим. Вот такие они люди. Кстати, как они собираются это сделать? Они собираются сделать это с Джоном Кэрри, который, несмотря на внешность, все еще жив. В этом году Кэрри исполнится 80 лет, так что, само собой разумеется, что если он собирается овладеть будущим, ему лучше поторопиться. К счастью, у него есть план. Смотрите. Довольно удивительно, что мы выбираем группу людей из-за того, что коснулось нас в какой-то момент нашей жизни, которые могут сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. Это так похоже на инопланетян, думать, цитирую, о спасении планеты. И если вы скажете это большинству людей, большинство людей подумают, что вы просто сумасшедший, обнимающий деревья, левша, либерал, творящий добро или что-то в этом роде. И между вами нет никаких отношений. Но на самом деле мы именно там и находимся. Большинство людей не понимают, но мы избранная группа людей, говорит Джон Кэрри, участникам Всемирного экономического форума, которым, честно говоря, не нужно было напоминать об этом. Люди могут сказать, что мы сумасшедшие, обнимающие деревья, либеральные благодетели, но мы знаем правду, которая заключается в том, что на самом деле мы бездушные жадные поклонники денег, которые продали бы наших собственных детей Китаю за достаточно большую налоговую льготу. Обращаюсь к вам, Ларри Финк, в третьем ряду. Ловлю вас. Таково было послание Джона Кэрри на Всемирном экономическом форуме, которое также фактически является кредо-вэф. Но затем Джон Кэрри пошел дальше. То, что мы делаем сегодня, по его словам, для спасения планеты, является почти, цитирую, внеземным. Другими словами, если вы когда-нибудь подозревали, что эти люди долбаны инопланетяне, оказывается, вы правы. Это так и есть. И словно в доказательство этого появился сам Эл Гор. В свои 74 года Эл Гор такой же неуклюжий, синтетический и странный, каким он был всегда, начиная с восьмого класса и по сей день. Хотя на данный момент он намного-намного богаче благодаря акциям Google. Вы когда-нибудь замечали, что чем богаче становятся люди, тем больше они похожи на Билла Гейтса? Это не ваше воображение. Эл Гор в одиночку доказывает этот страх. Вот он был сегодня здесь. Посмотрите на ксенофобию и политические авторитарные тенденции, которые исходят всего от нескольких миллионов беженцев. А как насчет миллиарда? Мы потеряем нашу способность к самоуправлению в этом мире. Мы должны действовать. Всегда сердитесь, всегда кричите. Потолстели, но все еще ворчливы. Теперь они климатические беженцы. Они климатические беженцы, их миллионы. Они не экономические мигранты, спасающиеся от нищеты гальпы ради щедрых социальных услуг Эль Паса. Нет, это не так. Они климатические беженцы, у которых нет другого выбора, кроме как рисковать своей жизнью с койотами, потому что вы водите полноразмерный Сильверадо. Нелегальная иммиграция – это ваша вина, Средняя Америка. Это не наша вина. Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы просто правим миром. Если все это начинает звучать для вас, как плохой сегмент CNN. Парад самоуверенных тупиц, богатых самооценкой, с низкой мудростью, читающих норовоучительные лекции под аплодисменты друг друга. Позвольте нам подтвердить это для вас. Где был Дон Ламонт? Почему его там не было? Его там не было. Это, без сомнения, программа следующего года. В этом году мы это не выдумываем. Любимый безработный медиакритик Америки, мистер Брайан Стелтер, дамы и господа. Смотрите. Явная и реальная опасность дезинформации. Это наш разговор здесь сегодня днем. Он следует за только что прошедшей сессии разрушения недоверия. И, конечно же, они связаны между собой. Так что я надеюсь, что именно с этого мы можем начать. Я Брайан Стелтер из CNN, научный сотрудник Гарвардского университета. Напоминаю, что хэштег 23. Мы можем попытаться донести до мира немного реальной информации, чтобы компенсировать все эти безумия. Компенсируйте все эти безумия. Вывод, сделанный в этом году на Всемирном экономическом форуме, состоит в том, что у людей, которые не участвуют во Всемирном экономическом форуме, слишком много свободы слова. Слишком много плохих идей, слишком много безумия и слишком много возможностей поговорить. Они все еще разговаривают там. Остановите их, пока они не заговорили завтра. Так что, если у вас сложилось впечатление, что самые посредственные люди в мире и наименее самосознательные люди собрались в Швейцарии на этой неделе, вы на что-то наткнулись. На самом деле, возможно, стоило бы получить список участников, просто чтобы убедиться, что ни один человек, который был там на этой неделе, никогда не имел над вами никакой власти. Если один из этих людей появится, наблюдая за распродажей выпечки в школе вашего ребенка, позвоните в полицию. Они недостаточно квалифицированы. Так что, имея это в виду, было интересно увидеть там конгрессмена Флориды Марию Салазар. Мария Салазар работает в Конгрессе не очень долго, но она потратила свое время, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь иностранным гражданам нелегально въехать в эту страну. Ее собственные избиратели не беспокоятся. Люди из других стран приезжают сюда на пособие? А да. Еще до инаугурации Марии Салазар она опубликовала видео в Твиттере, пообещав никарагуанцам, гондурасцам и жителям Центральной Америки. Что она будет рядом с ними, чтобы цитировать «помогать и помогать», цитирую во всем, что американское правительство может для них сделать. Не то, что они могли бы сделать для нашей страны, как новые иммигранты, а то, как они могли бы построить страну, сделать ее лучше, объединить ее, сделать более процветающей мирной. Нет. То, что американское правительство может сделать для людей, американское правительство ничем не обязано тем, кто нарушает законы, принятые американским правительством. Это Мария Салазар. Она, конечно, на этой неделе в Давосе. И во время ее пребывания в Давосе, само собой разумеется, она потребовала амнистии для десятков миллионов иностранных граждан, незаконно проживающих в нашей стране. Смотрите. Мы должны также придать достоинство тем людям, которые находятся в стране, а это те люди, которых я представляю. Мы говорим о 13-15 миллионах человек, большинство из которых латиноамериканцы, я бы сказала, 85%, которые говорят на моем языке. Выглядят как я и говорят как я, которые вносят свой вклад в экономику этой страны и живут в тени. Значит, пришло время закрыть границу, как она сказала, навести порядок, давайте посмотрим, кто заходит, а кто нет, а затем развернемся и проявим достоинство. Это не означает путь к гражданству, это означает включить их в состав общества и сделать достойными членами нашего сообщества. Миллионы людей похожи на меня. Разве вам не нравится, когда белые люди притворяются, что люди, пересекающие нашу границу, похожи на меня? Извините, Мария, Салазар, вы белее меня. Так что прекратите это. Это ложь. И, кстати, вы не представляете здесь иностранных граждан в Соединенных Штатах на законных основаниях. Вы представляете американцев, потому что вы представитель американского правительства. Дональд Трамп несколько лет назад посетил экономический форум в Давосе и действительно ясно дал понять, что он представляет как американский президент американцев, а не людей из других стран, проживающих в Соединенных Штатах нелегально. Так вот, человек, который утверждает, что состоит в его партии, делает прямо противоположное заявление. Мария Салазар уже участвовала в этом шоу раньше, мы бы с удовольствием приняли ее снова. Это предложение всегда остается открытым. В то же время Чарли Хёрд является редактором общественного мнения в Вашингтон Таймс. Он присоединится к нам сегодня вечером. Чарли Хёрд, так что если вы зайдете в любую социальную сеть, которую часто посещают консерваторы, Всемирный экономический форум будет поношен, но также описан как всемогущий и дьявольский. Но когда вы видите это на видео, это кажется, возможно, более нелепым, чем что-либо еще. Эти люди кажутся глупыми. Да, да, единственное, о чем должен спросить ЦРН, так это о том, что председатель ЦРН мог бы перенести Давос примерно в октябрь перед каждыми выборами. Потому что в Америке было бы намного эффективнее, если бы люди входили в кабину для голосования со свежими мыслями об этом. И вы знаете, легко определить, посмотрите на таких людей, как этот парень Лекс Лютер, или самое недоверчивое имя в новостях, ведущий CNN Евнух, идущий туда и говорящий о том, что правда, а что неправда. Но два самых ужасных человека там, если хотите знать мое мнение, это Эл Гор и Джон Керри. И это два человека, которые были тщательно, неоднократно отвергнуты американскими избирателями. И они так и не смогли смириться с этим. И я думаю, что для этих людей есть особая агония, потому что они были избиты Джорджем Бушем-младшим. И это заставило их возненавидеть Америку, они ненавидят демократию, и они ненавидят людей. И именно поэтому их привлекает какое-нибудь слизистое гнездо, вроде этого Давосского. Вот почему они идут туда. И боль, которая в них есть, никогда не излечится. Нет такого количества массажей спины, которые когда-либо излечат боль Эл Гора, или достаточного количества богатых вдов в мире, которые излечат боль Джона Керри. Эти люди презирают людей, и именно поэтому они собираются в таких местах, как это. Это дискредитировано по определению, потому что они совершали ошибки и никогда не извинялись. Мы совершаем ошибки. Мы сказали нашим зрителям, что все эти республиканцы победят на промежуточных выборах, и мы были совершенно неправы, и мы приносим извинения за это. Потому что вы обязаны извиняться, когда вы неправы. Они сказали Шри-Ланке прекратить использовать удобрения. Они утверждали, что запреты помогут экономике. Они купили парад освобождения Сэма Бэнкмана и никогда не извиняются. Почему бы им просто не сказать, что мы были неправы? Почему это так сложно? Ведь для них это не имеет ничего общего с правдой. Это связано с властью. И признать, что вы в чем-то ошиблись, означало бы предположить, что вам на самом деле не наплевать на одно из этих мест, где они разрушают экономику или разрушают поставки продовольствия. Но вот самое главное, и вы сказали это в своем вступительном слове. Это самое главное. В мире есть только одно образование. Есть только одна держава в мире, которая может противостоять этим людям, и это Америка. И это американские избиратели. И каждый американский избиратель, который возмущен, который находит этих людей отвратительными, смешными, да. Но у них тоже есть это. Джо Байден просто проговорился в минувшие выходные, говоря о том, что вы хотите получить свои 15 долларов. Да, у нас есть 15 долларов. И вы можете забрать свои 15 долларов, но мы собираемся коврово бомбить ваши фермы в Теннесси, приятель. Вот что он сказал. И это то, во что все эти люди верят. Они все верят в эту чушь. Военная мощь – это все, о чем они заботятся в конце концов. И единственные люди в мире, которые будут противостоять этим людям, это американские избиратели. Примите участие на местном уровне и убедитесь, что наш голос там услышан, и этим людям противостоят, потому что мы – единственная надежда в мире против этих людей. Когда они начали захватывать каждое хорошо вооруженное учреждение в американской жизни, это должно было свидетельствовать о том, что у них был злой умысел. Потому что хорошие люди так не поступают. Чарли Хёрт, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Рад вас видеть. Итак, в средствах массовой информации было много разговоров, но на самом деле недостаточно о том, что только что произошло с Сэмом Банкманом Фридом и Экс, крупнейшим финансовым мошенничеством в истории. И поэтому мы решили очень внимательно рассмотреть это. Что именно это было? Кто был в этом замешан? Поэтому мы только что закончили документальный фильм. Вот предварительный просмотр. Имейте в виду, когда будете смотреть этого дерганого маленького урода, что все на CNBC и Всемирном экономическом форуме считали его гением. Мошенничество, мошенничество с банкротом, история Экс – это название документального фильма. Он выходит завтра в эфир на канале Fox Nation. Предупреждение Fox News и несколько редких хороших новостей. Ужасный премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн – это дама с большими зубами, которая мучила своих граждан, только что объявила, что покидает свой пост. Она была здесь несколько минут назад. Объявляю, что я не буду добиваться переизбрания, и что мой срок полномочий на посту премьер-министра истекает не позднее 7 февраля. Самый авторитарный лидер, который когда-либо был у этой страны, и никто другой к нему и близко не подходит. Ужасный нарушитель прав человека собственного народа. Она, конечно же, заслужила восхищение западных лидеров, в том числе бывшего директора ЦРУ Майкла Хьюйдена, положив начало эпохи почти тоталитаризма в Новой Зеландии. Она закрыла всю страну из-за одного случая заболевания ковидом. Она сказала всем оставаться в своих пузырях. Она сказала гражданам сообщать о своих соседях, позвонив в полицию, если они увидят их снаружи. Кстати, я это не выдумываю. Мы ввели видеозапись. Вот кое-что из этого. Оставайтесь местными и не собирайтесь вместе. Не разговаривайте со своими соседями. Пожалуйста, держитесь своих пузырей. Все опять сводится к этим очень простым принципам. Мы знаем из зарубежных случаев дельта варианта, что он может распространяться людьми, просто проходящими мимо друг друга. Так что сведите эти передвижения снаружи к минимуму. Если кто-то отказывается проходить тестирование в наших учреждениях, он должен продолжать оставаться. Так что они не смогут уехать через 14 дней, они должны остаться еще на 14 дней. Так что это довольно хороший стимул. Вы либо сдадите анализы и убедитесь, что у вас все в порядке, либо мы продержим вас в лечебнице дольше. Так что я думаю, большинство людей посмотрят на это и скажут, «Я пройду тест». Теперь вы снова можете видеть семью и друзей в их домах и пользоваться ванной комнатой внутри. Роскошь. Каковы шансы, что она была марионеткой китайского правительства? У нас нет достаточных доказательств, чтобы доказать это, но мы бы оценили это примерно как сопроцентную вероятность. К счастью, в Новой Зеландии осталась крошечная частичка демократии. Партия Ардерна становилась очень непопулярной, поэтому прежде чем она могла проиграть, она уходит. Культура отравляет молодых людей во всем мире. У одного ведущего подкаста хватило смелости высказать это в речи, который делится по всему интернету. Если у вас есть электричество, вы, вероятно, видели его на этой неделе. Он присоединяется к нам на следующей неделе. Это предупреждение Fox News. Сегодня вечером газета New York Post сообщает, что толпы проституток, которые наводнили Давос, Швейцария, чтобы обслуживать печальных пожилых мужчин, которые ложно верят, что они управляют миром, повысили свои цены, и что некоторые из этих проституток берут до 2500 долларов. Это означает, что, по крайней мере, кто-то делает ставки, извлекая выгоду из Всемирного экономического форума. Возможно, мы видели это видео в интернете. Оно есть везде. Недавно дискуссионное общество Уксфордского союза в Оксфорде, Англия, провело дебаты о бодрствовании. И откуда ни возьмись, ведущий подкаста «Комик» по имени Константин Кисин бросил вызов обстоятельствам и завоевал аудиторию в кампусе колледжа силой и блеском. Если вам интересно, как он это сделал, вот как. Эта страна несет ответственность за 2% глобальных выбросов углекислого газа. А это значит, что если бы Британия прямо сейчас погрузилась в море, это не имело бы абсолютно никакого значения для проблемы изменения климата. Вы знаете почему? Потому что будущее климата будет решаться в Азии и Латинской Америке бедными людьми, которым наплевать на спасение планеты. 120 миллионов человек в Китае не имеют достаточного количества продовольствия. Я не имею в виду, что они не получают десерт. Я имею в виду, что они страдают от недоедания. Это означает, что их иммунная система разрушается, потому что им не хватает пищи. Вы не заставите их оставаться бедными. И единственное, что пробуждение может предложить взамен, это промыть мозги таким ярким молодым умам, как вы, чтобы они поверили, что вы жертвы. Поверили, что у вас нет свободы воли. Поверили, что то, что вы должны делать, чтобы улучшить мир, это жаловаться, протестовать, поливать супом картины. Мы знаем, что способ улучшить мир – это работать, это творить, это строить. И проблема современной культуры в том, что она воспитала слишком много молодых умов, подобных вашему, чтобы забыть об этом. Теперь вы заметите, если посмотрите это видео, что он этого не читает. Здесь нет телесуфлера. Он рекламирует все это, что у него на уме. Это нелегко. Постоянный поцелуй с ведущей подкаста «Триггернометрия». Он присоединяется к нам сегодня вечером. Я очень ценю, что вы пришли. Я думаю, что видео с вашим выступлением в Оксфордском Союзе было распространено больше, чем что-либо другое в социальных сетях США за долгое время. Как была реакция на то, что вы сказали? Это было здорово. Я думаю, людям это действительно понравилось. И я думаю, отчасти это потому, что люди сыты по горлу работой. Вы, конечно, знаете. Но я думаю, что происходит и еще кое-что, Такер. Мы живем в обществе, в котором взрослые боятся детей и молодежи в частности. И поэтому, когда вы видите, как кто-то взрослый разговаривает с молодыми людьми, откровенен с ними и говорит, «Послушайте, если вас волнуют определенные проблемы в мире, если вас волнует изменение климата, расовая несправедливость или что-то еще, нытье и жалобы не решат ту проблему, в которой мы нуждаемся, молодые люди». Люди должны сделать шаг вперед и действительно работать, строить и создавать вещи. И, как я сказал в своей речи, создавать технологии и науку, которые помогут решить все проблемы будущего. Так что я думаю, что это одна из причин, по которой он стал таким вирусным. И отзывы были невероятными. Я действительно не получал никаких отрицательных отзывов вообще. Это было очень-очень позитивно. Так что я очень благодарен за это. Мы благодарны за то, что увидели это, потому что, во-первых, вы привели рациональное, основанное на фактах обоснования, которое всегда приятно видеть. Замечательно видеть, как кто-то приводит аргументы, и вы это сделали. Но это первый раз за долгое время, когда я это делаю. Я видел, как кто-то прямо бросает вызов господствующему мнению в кампусе и при этом не получает критики. Как это произошло? Как вы сказали, я думаю, что привел рациональный аргумент. И я думаю, что это то, о чем я много думал. Вы знаете, мы разговаривали несколько лет назад, и как комик я был обеспокоен ослаблением свободы слова и цензурой, особенно в этой стране, в Великобритании. Но по мере того, как мы брали интервью у людей, занимающихся тригонометрией, по мере того, как мы разговаривали с некоторыми из величайших умов мира, Джорданом Петерсоном и многими другими, я начал понимать, что эта идеология в корне античеловеческая. И повествование звучит примерно так. Вы знаете мы зло, особенно жители Запада, особенно, знаете ли, белые гетеросексуалы вроде вас, но на самом деле все мы зло, и мы должны быть наказаны. И именно поэтому некоторые из предлагаемых нам решений проблемы изменения климата кажутся не имеющими особого смысла. Я действительно не понимаю, как то, что пенсионеры в Великобритании замерзнут насмерть зимой, решит проблему изменения климата. Или действительно приведет к обнищанию людей в Индии и Китае. И я думаю, что на самом деле мы должны верить в то, что молодых людей можно убедить. Мы должны привести им рациональные аргументы. И это, я думаю, способ справиться со многими из этих проблем. Мы должны бросить вызов молодым людям, чтобы они сделали шаг вперед и стали лучше. Мы должны верить, что молодых людей можно убедить. И я думаю, что многие из нас в сообществе пожилых людей или близких к ним теряют уверенность в этом. Но вы верите, что это правда, только что пережив это. Я верю в это, и я думаю, что мы все должны принять такой подход. Я думаю, мы ничего не добьемся, наказывая людей. Мы должны попытаться убедить их. Я думаю, что мы должны помнить, Такер, молодые умы. Мы все когда-то были молоды, и мы были такими же идиотами, упрямыми и настолько уверенными в себе, что думали, что знаем все. Я думаю, у нас будет драка. У нас есть борьба за то, чтобы изменить мнение людей. И способ сделать это с помощью рациональных аргументов и поощрения критического мышления. На что я надеюсь в своей речи. Да. Я помню, как в молодости на меня производили большое впечатление и убеждали люди, у которых были сильные идеи, которые они могли ясно и рационально выразить. И я рад видеть, что такие люди все еще есть, потому что вы это сделали. Константин Кис, большое вам спасибо. Спасибо, что заставили меня подоткнуть одеяло. Так что же происходит в Национальной хоккейной лиге? Нет никаких причин, по которым НХЛ должна сегодня сходить с ума. Ее фанаты не проснулись, это точно. Ее игроки нет. Большинство ее владельцев нет, но люди, которые управляют НХЛ, безусловно, проснулись. Один игрок подвергся нападению за то, что придерживался своих религиозных убеждений, отказавшись участвовать в вечере гордости лиги. Подробнее об этом дальше. Пит Бутигик неоднократно говорил нам, что главная цель Департамента транспорта – обеспечить расовое равенство на транспорте в Соединенных Штатах. И по определению это означает, что безопасность является второстепенной заботой. И это очевидно. В последние дни произошло несколько серьезных, очень потенциально опасных инцидентов в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Компания Fox Trace Gallacher отслеживает эти инциденты. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Привет, Трейс. Привет, Такер. И независимо от того, кто виноват, два необычных инцидента почти вплотную друг к другу в крупном аэропорту – это сигнал тревоги. Сегодня самолет JetBlue, заполненный пассажирами, отъезжал от ворот, когда врезался в хвостовую часть другого пустого самолета JetBlue, припаркованного у ворот. Инцидент не представлял угрозы для жизни, но произошел всего через несколько дней после того, что могло бы стать катастрофическим столкновением. Запись диспетчера воздушного движения показывает, что самолет Delta 737, направлявшийся в Доминикану, взлетал по четвертой взлет на посадочной полосе слева. Самолету American Airlines 777, направлявшемуся в Лондон, было дано разрешение пересечь взлетно-посадочную полосу 31 слева. Вместо этого американский самолет пересек взлетно-посадочную полосу 4 слева. И пилоту Delta, который сейчас двигался со скоростью 105 миль в час, управление воздушным движением отчаянно приказало прервать взлет. Пилот Delta ударил по тормозам, явно заставив каждого пассажира на борту броситься вперед. Самолет Delta остановился в тысячи футов от американского самолета, но представьте себе, что при скорости 105 миль в час, тысячи футов, это несколько секунд. И пилот, которого я знаю, говорит, что рейс Delta ни за что не смог бы подняться в воздух вовремя, чтобы избежать столкновения. Так много времени сэкономил здесь авиадиспетчер. За последние два года количество вторжений на взлетно-посадочные полосы по всей территории США значительно возросло, хотя точно не ясно, почему. И помните, самым смертоносным авиационным инцидентом в истории было столкновение со взлетно-посадочной полосой на Тенерифе, Испания, в 1977 году. Столкнулись 2747-рок, погибло 583 человека. Такер? Невероятно. Трейс Галлахер, большое вам спасибо. Трейс доступен для вашего назидательного просмотра каждый будний вечер в полночь по восточному времени на Fox News ночью. Так что вы не можете позволить цивилизации ускользнуть. Цивилизация отмечена порядком, безопасностью, миром и чистотой. Когда она деградирует, все становится грязным, хаотичным и безумным. Администрация Байдена ускоряет это. Но вы видите это повсюду. Так что у Национальной хоккейной лиги, вероятно, самая консервативная фанатская база во всем большом профессиональном спорте. Но в последнее время при комиссарии НХЛ, очень высокооплачиваемом комиссарии НХЛ, левом крыле Гэри Бетмане, лига навязывает своим болельщикам и игрокам левую политику. НХЛ даже пыталась провести конференцию по карьере во Флориде, которая открыта только для меньшинств. Другими словами, это как-то плохо, когда белые мужчины играют в хоккей. Губернатор Десантис остановил это, потому что это явно расизм и безумие. Прошлой ночью НХЛ провела нечто, называемое Ночью Гордости, в центре Уэллса Фарго в Филадельфии. Игрокам было сказано, приказано носить радужные майки, чтобы показать свою преданность гендерному культу. Но один игрок отказался это сделать, Иван, он защитник Филадельфии Флайерс. Поэтому репортеры были глубоко оскорблены. Вы должны надеть майку. Почему вы не носите майку? Все носят майку. Вот что он сказал. Герой. Джейсон Уитлок, наш старый друг, ведущий Бесстрашного. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Джейсон, большое спасибо, что пришли. Я уважаю всех, я уважаю выбор каждого, и это мой выбор, потому что это моя религия. Можно подумать, что остальная часть страны, включая ее пресс-корпус, отступит в благоговейном страхе перед храбростью этого человека и ясностью его чувств, которые являются истинно американскими чувствами. Но люди ненавидят его за это. Что здесь происходит? Вы также могли бы подумать, что больше спортсменов христианского вероисповедания американского происхождения заняли бы такую же позицию, как этот русский парень, но были бы трусами. И послушайте, трудно винить НХЛ. Это вся корпоративная Америка навязывает свою волю спортивным лигам. Вся корпоративная Америка купилась на разнообразие, инклюзивность и справедливость или разнообразие, справедливость и инклюзивность. Называйте это как хотите. И поэтому у них в корпоративной Америке есть вся эта политика, направленная на навязывание разнообразия, равенства и инклюзивности. И теперь они навязывают это спортивному миру. И это касается не только национальной хоккейной лиги. Это НФЛ, высшая лига бейсбола НБА. Если кто-то скажет вам, «Эй, у нас вечер гордости, и нам все равно, каковы ваши религиозные ценности, наденьте эту футболку, поддержите это, они все будут делать это в унисон». Потому что все они рабы корпоративной Америки. Так оно и есть. Левы поняли, что единственным институтом, единственной сильной силой в популярной культуре, которая прививала и укрепляла консервативные ценности, был мир спорта. И они используют корпоративную Америку, чтобы захватить власть в спортивном мире и заставить его подчиниться воле левых, светских и безбожных. И Энхайл — всего лишь еще один пример этого. Они наняли или объявили о найме чернокожей женщины Ким Дэвис, чтобы она в основном отвечала за их программу разнообразия, равенства и инклюзивности. И они собираются исправить разнообразие в Национальной хоккейной лиге. И установление разнообразия в Национальной хоккейной лиге означает предоставление каждой команде отделу разнообразия, инклюзивности и равенства, а также надевание футболок на игроков. И заставление их поддерживать повестку дня ЛГБТ и повестку дня Black Lives Matter и любую повестку дня, которая противоречит традиционным американским ценностям. Самое печальное наблюдение за неделю, что для этого понадобился иностранец. Все еще много американцев играют в хоккей, и немыслимо, чтобы кто-нибудь из них сказал об этом хоть слово. Где же их самоуважение? Такер, совершенно ясно, что Black Lives Matter является частью ЛГБТ-движения. Это часть марксистского движения. И поэтому у нас были спортсмены в футболе, баскетболе, бейсболе. Все они отрекались от своих религиозных убеждений и перенимали убеждения корпоративной Америки и глобальных корпораций. Они рабы доллара. Они поклоняются доллару. Они поклоняются популярности и тому, чтобы быть влиятельными людьми. У нас нет религиозных убеждений. У нас нет мужчин, достаточно смелых, чтобы отстаивать свои религиозные убеждения, кроме, я думаю, русского парня. Это смущает нас, американцев. Да. Я бы сказал, это многое говорит и о нашей внешней политике. Джейсон, я так рад видеть вас, как всегда. Спасибо вам. Спасибо вам. Итак, нам сказали, что стейк – это преступление против климата, против земли, потому что коровы вносят основной вклад в глобальное потепление из-за своего метеоризма. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...